Всем привет, друзья! Рада вас видеть снова на своем канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена, и со мной моя маленькая помощница Сонечка. Соня, вам всем очень рада, я тоже очень-очень рада всех вас видеть на нашем канале. Сегодня у меня необычное видео, видео необычного формата. Давно я не снимала влоги кулинарные непосредственно, давно мы не показывали, как мы с Соней готовим. Поэтому я сегодня чувствую себя гораздо лучше. Для тех, кто не знает, я болела 3 дня, теперь я уже выздоровела, чувствую себя прекрасно, практически вся болезнь отступила. Пила все эти дни чабрец, с частью берем лимон, поглощала в больших количествах и, в принципе, как бы на ноги стала вот за 3 дня. Все-таки народная медицина, она есть и будет всегда, и работает она лучше любых лекарств. Уже сталкивалась миллион раз с этим, действительно мне помогает. Ну что, давайте сейчас не об этом. Для тех всех, кто переживал за меня, большое вам спасибо, друзья. Ну, все уже хорошо, все уже позади, поэтому сегодня я решила вместе с Соней по многочисленным просьбам моих зрителей, которые говорят, хватит уже мукбанки, хватит есть на камеру, уже что-нибудь интересное нам покажите, показывайте побольше влогов, показывайте кулинарные какие-то влоги. Ну что, я прислушалась к вам, мои хорошие, и сегодня мы решили Соне приготовить домашний сыр, а именно сыр творожный. Готовится он элементарно, очень быстро. Я сама была удивлена, когда встретила на просторах интернета этот классный рецепт. Мне потом еще написала моя подписчица и дала мне свой рецепт с небольшими поправками. Я смогла этот рецепт немножечко при помощи ухищрений небольших улучшить. Вернее, не ухищрения, но при помощи дельных советов сказать так. Мы с Соне творожный сыр очень-очень любим. Я постоянно сама покупала для суши, для роллов, просто для бутербродов этот творожный сыр, либо какие-то намазки, когда делают, я не знаю, к Новому году, к тому же различные закуски. Такой сыр незаменим. Поэтому я задалась вопросом, почему бы и нет, почему бы я не могла это сделать сама. Для сыра нам потребуется всего-навсего один продукт. Ну, конечно, не один, два продукта. Основной продукт для творожного сыра – это вот кефир. У меня кефир вот такой, сейчас вам покажу поближе. У меня огушка. Я покупаю такой кефир для Сони, но что-то Соня в последний раз его не допила. В итоге у нас осталось две вот таких баночки. Я их решила, у меня вот замороженные, он тут еще потеет. Кефир 3,2 жирности. Для такого сыра кефир должен быть, может быть, любой, но главное, чтобы он был как можно жирнее. В этом случае получится сыр более вкусный, насыщенный и получится его больше по количеству. Если кефир будет нежирный, сыра получится меньше, больше будет вот этой сыворотки, ну и не такой вкусный. Ну, сами знаете, чем жирнее, тем вкуснее. Ну, и тем, естественно, более калорийный будет. Нам кефир нужен, это основной продукт, и нужна будет соль. Вот то, что я буду делать. Если вы любите какие-то добавки, вы можете по своему вкусу добавить туда и зелень свеже нарубленную, замороженную, какая вам нравится. Можете какие-то и перчиком, чтобы был поострее. Ну, на свой вкус все, что угодно. Мы будем делать классический вариант. Берем обычный, купленный в магазине кефир. Если у вас есть деревенский кефир, вообще отлично. У нас нет, мы покупаем в магазине, купили в магазине вот такой кефирчик 3,2. Положили мы его в морозильную камеру на сутки. Смотрите, как замерзнет, так все, готов. Я обычно это делаю на ночь, то есть я покупаю кефир, допустим, днем, бросаю в морозильную камеру, и на следующий день, как вот сегодня, допустим, я уже его могла вытащить, и он уже готовый, он уже хорошо замороженный. Покупайте лучше в упаковках, либо вот таких, как у меня, картонных, тогда будет его потом легче вытащить. Либо покупайте в пакете. Вообще, в пакете очень удобно. Не знаю, как картонная коробка, сейчас будем открывать при помощи ножниц. Конечно, пластмассовые, с пластмассой будет гораздо сложнее. Все это срезать, вынимать, этот кефир. Теперь, что мы делаем? Нужна какая-то емкость, куда будет сливаться сыворотка. У меня обычный дуршлаг. Ставлю я на эту емкость, и нужна будет, конечно же, марля. Марля обычная, самая-самая обычная чистая марля, стерильная. Я ее свернула несколько раз и кладу в дуршлаг для того, чтобы процеживать наш кефир. Кефир уже замороженный. Я его сейчас вскрою. Так, так, так. Сонечка мне помогает. Умница девочка, учится. Будешь мужу своему делать, да, Соня? Да. Такой киви сыр. Ну, он тут замороженный, выходит хорошо. Кстати, вот с картона, чем удобно, он очень хорошо, прям прекрасно выходит. Соня уже ждет сыр. Соня, сегодня сыр не будет готов. Он только завтрашним и днём, наверное, будет готов. Вот такой пласт. Кладу сразу сюда. Вторую также освобождаем. Да, дочь? Угу. Так, быстренько освобождаем. Точно так же, быстро. Вот, насчет, конечно, кефира лучше покупать либо вот в картоне, потому что картон очень легко, хорошо отделяется. Либо вот в пакете. В пакете я тоже покупала кефир, делала сыр, тоже получился очень вкусный. Главное, чтобы была побольше жирность. Если найдете жирность, там, допустим, даже 4 есть такие кефира, я знаю, то вообще отлично. Так, что у нас получается? Вот сыр. Не сыр. Вот положила я сюда нашу заготовку из кефира. У меня здесь как пространство небольшое. Я ставлю сюда, чтобы у меня сливалось через марлечку и друшлаг сливался вся сыворотка. Сыворотку потом я буду использовать либо в косметических целях каких-то, либо я буду использовать для волос. Вот такое средство. Посмотрим, что я буду делать с этим. Я обязательно вам покажу, сниму небольшое видео. Я думаю, девчонкам будет это полезно, потому что видео, которое есть на YouTube об уходе за моими волосами, многим понравилось. Очень много просмотров набрали и очень много положительных отзывов было как раз вот в комментариях. Многие благодарны, многие не знают, как ухаживать за волосами. Вот при помощи вот этой вот сыворотки, которая останется после нашего сыра, после изготовления сыра, это вообще просто кладезь для уходовых процедур, домашних условиях. Ну что, в таком виде можно сверху, конечно, немножечко прикрыть марлей, чтобы не попала никакой там пыль, ничего. Можно, если вы не дома находитесь, некому присматривать за этим творогом, можно убрать в холодильник, поставить, и будет потихонечку кефир на этот тайт, и будет сыворотка сливаться. Ну, если вы дома, если вы хотите, чтобы сыр приготовился побыстрее, оставляйте в тепле, пускай он стоит, пускай сливается. В конце уже, когда полностью растает, можно немножечко отжать вместе с марлей, приложить этот сыр в какую-то емкость, добавить всего вкусного, и будет все готово. Ну что, первая часть такая основная, подготовительная, у нас закончена. Теперь осталось только дождаться, когда наш кефир замороженный растает и превратится в творожный сыр. Ну что, друзья, прошло около 20 часов с того момента, как я поставила кефир размораживаться и сливаться с сыворотки. Вот что у нас получилось. Не знаю, надеюсь, хорошо видно. Кубики ровненькие кефирные, остались творожные кубики из творожного сыра. Сейчас мы переложим все это в отдельную емкость, где я смешаю, добавлю ингредиенты, и сыр уже можно будет кушать. Вот столько сыворотки, не знаю, видно вам? Вот столько сыворотки у нас получилось. На волосы, на мои, конечно, наверное, маловато, но я посмотрю, может быть, что-нибудь и получится из этой сыворотки сделать полезное. Ну, я знаю, что некоторые делают оладьи на сыворотке, может быть, даже мы напечем с Сонечкой оладушков. Да, дочь? Да. Да, Соня оладушки любит. Посмотрим. Немножечко тогда, может быть, для косметической маски для лица я сделаю с сывороткой, а вторую часть, может быть, добавлю в оладьи. Ну что, нам потребуется емкость, с которой мы будем смешивать наш творожок. Я достала сразу соль. У меня обычная соль, я просто пересыпаю в эту баночку, она удобная для хранения. И берем наш творог, он еще течет. Надо, конечно, если есть у вас возможность подвесить марлю с творогом, чтобы она свисала и до конца стекала сыворотка. Я люблю, когда немножечко такой творог более сливочный, можно сказать, более жидковатый. Но он не жидкий, но не такой прессованный, как, допустим, сыр с лугуни. Если вы любите тоже более такой прессованный, то лучше под какой-то даже пресс это все положить. Ну и так оно достаточно. Вот, смотрите, как оно прямо кусочки. Нормально, я считаю. Так, ну, творога получилось у нас немного. Так, это, конечно, уже будем потом мыть, вымывать. Нам уже не нужно. Совсем немножко я погорячила, взяла огромную, огромнейшую ложку. Смотрите, сколько всего. Вот такой кусочек у нас. Ну, нам хватит на бутербродики с Соней позавтракать. Да, Соня? Сделаю бутербродики. Так, не знаю, сколько, чтобы не пересолить тоже. Мы соленое слишком не любим. Вот так, я думаю, хватит. Соли. Буквально третью часть от ложки. Теперь чайный. Все это дело хорошенечко перемешиваем. И все. Если я вам говорила уже, если вы любите, можете добавить сюда зелень свежую. Съедается такой сыр очень быстро. Можете добавить свежую зелень, можете добавить, даже кто любит с ветчиной, ветчины добавить. Либо какие-то других сыров, чтобы у вас там был какой-то пряный вкус или что-то. Какие-то специи на свой вкус. Ну, сами уже импровизируйте. Вот такой немножечко из двух. Получается там, по-моему, если не ошибаюсь, 200 граммов в одном кефирчике было. То есть из 400 граммов вот получился. Но стандартный, так сказать, стандартная коробочка сыра, которая продается в магазинах. То есть 50 процентов, наверное, конечно, получается из исходного материала, где-то процентов 40. Ну, 50 вряд ли, наверное, здесь. Скорее всего, наверное, 40 процентов, может быть, даже 30 получается творогом. Ну что, надеюсь, видео было вам полезно. У меня спрашивали просто девчонки с моих мукбанков, кто видел, что я готовлю домашний сыр, спрашивали, как мы этот сыр делаем. Потому что многие дома готовят, так же, как и мы, роллы, суши. Многие любят на завтрак такие сыры. В магазинах они дорого стоят. И не факт, что там из натурального прям сделано сырья. Возможно, что с добавлением химии, чтобы это все удешевить, упростить. Потому что вкус немножечко отличается. Здесь вкус такой более молочный получается. Ну, свое есть свое. Своё всегда лучше. На сегодня всё, мои хорошие. Огромное спасибо всем за ваши комментарии. С пожеланием мне выздоровления. Не беспокойтесь, я уже практически здорова. Немножечко остался легкий насморк. Ну, практически уже, наверное, еще день-два, и я буду полностью на ногах. Я уже себя чувствую хорошо. Температуры у меня нет. Горло уже не болит. Ну, пьем чайчебрец. Не бросаю я лечения. Аскорбинка. Основной, можно сказать, такой аппарат, препарат основной, который действительно помогает очень хорошо в борьбе с любыми вирусами и простудными заболеваниями. Витамин С никто не отменял. Лимон лимоном. Конечно же, лимоны у нас сейчас непонятно какого происхождения, поэтому то, что там много витамина С, это под вопросом, поэтому как бы аскорбинка, она, в принципе, всегда выручает. Спасибо огромное всем, кто мне желает выздоровления, желал. Спасибо, моя хорошая. Я тоже от всей души желаю, мы с Сонечкой желаем вам здоровья, не болейте. Сейчас особое время, многие болеют, у нас детсады, школы закрытые, на карантин, очень много заболевших. Берегите себя, берегите своих близких, будьте здоровы. А мы, Сонечка, вас всех любим, целуем, передаем поцелуйчики и пока-пока, до новых встреч, пока-пока. Сонечка.